На совместном заседании сессии районного совета депутатов и районного исполнительного комитета подведены итоги социально-экономического развития выполнения бюджета района за 2020 год. Заместители председателя райисполкома доложили о выполнении прогнозов развития по курируемым отраслям. Драйвером экономики республики и нашего района является экспорт товаров. По итогам 2020 года по району товаров, работ и услуг составил 76,7 миллиона долларов США. Значит импорт товаров и услуг составил 32 миллиона долларов США. По сравнению с 2019 годом экспорт вырос на 5,4 процента, импорт при этом снизился на 13,7 процента. Основным экспортером среди организаций района, без учета организации, причиненных республиканским органам госуправления, это остается Слонинский мясо-комбинат. Удельный вес в экспорте товаров по району составляет 71,9 процента. Объем экспортных товаров поставок за 2020 год составил 21,8 миллиона долларов США, это просто 183,1. Цена по району соотношения экспорта сложилась следующим образом. Вы можете видеть на слайде. Страны Евразийского экономического союза 59,3, ЕС 12,9, иные страны 27,9 процента. Объем экспортных услуг в 2020 году, без учета организации республиканским органам госуправления, составил 7,5 миллиона долларов США. Это просто 94. Значит, здесь она была вполне показательная, что у нас казалось, конечно, это пандемия условная COVID-19. В сопоставимых ценах произведена валая продукция сельского хозяйства на сумму 143,2 миллиона рублей, что составляет 119,9 процента у коронды 2019 года. В предаведенном задании 106,4 процента. В том числе производство продукции животного, что составило у нас 92,2 миллиона рублей, 125,5 процента. Производство продукции сельского хозяйства составило 59,5 миллиона рублей, 119,9 процента. Значит, уровень производства валовой продукции к 2019 году у нас не выполнил только Ксуп Теремновский, 99,6 процента. И задание по производству валовой продукции в 2020 году не выполнило, не выполнило, 200,5 миллиона рублей, это Ксуп Миндержинского, 101,3 процента при задании 105, и Ксуп Межевича, 105,2 при задании 106. Значит, по итогам работы за 2020 год наибольший удельный вес производства валовой продукции сельского хозяйства в общем-то производстве района составил по филиалу И.О. Белдань. 21,4 процента валовой продукции сельского хозяйства обеспечена на этой организации. Дальше. Синякович на 12,5 процентов. В отделении основных финалов у обеспечены на 10,6 процента. Значит, крайне мало удельный вес продукции района занимает у нас 5-6 организаций. Победители 4,4, Межев 4,8, Адвятка 4,8, 92,7, Василевич 2,6. То есть суммарно они не производят валовой продукции, сельского хозяйства меньше, чем 1 года. Значит, в 2016 году району было 92,5 процента уголнения, в 2016 году – 99, у нас полномерный рост, в 2018 году – 99,6, в 2019 году – 127,8, рыцкий скачок, в 2020 году – 19,9. Суммарно мы увеличили производство валовой продукции за 5 лет на 139,5 процента. При этом по ряду хозяйств, по объективным и субъективным причинам у нас валовая продукция сельского хозяйства гораздо ниже к 2015 году. Значит, Межевич только 61,1 процента, значит, несущественно снизилось по дворе крупного ряда в скота в хозяйстве. Драпово – 69,7, связано с закрытием свинофермы. Какие годы закрывали? Ну, Геннадий Бориславович, 4 года полномерно вырезали. Конечно, налоговая из 10 тысяч снизилась до 3, потом вообще пришло к нему. Васильевичу 66,8 процентов, ну и на 5,8,6 процентов. Задание у нас на текущий год для литературного комитета по сельскому хозяйству было всего госполкона 105 процентов. Значит, ну, выполнили мы по факту за 2 месяца 112,8 процентов. Только 2 стерейственные организации – это Павлова Агра и Победитель – покадывали на задание меньше уровня прошлого года. Связано это с улучшением объема производимого молока. Значит, что касается производства молока, значит, очень сильно мы увеличили производство молока к уровню прошлого года. Значит, 116,8 процента к 2019 году, 109,4 процента прогноза. Объем строительной монтажной прогнозы 2 декабря 2020 года составил 47 миллионов. Это просто 92,5 процента. Задание 56 миллионов на 2020 год не выполнено. Причиной невыполнения доведенного задания послужил и явился перенос в начале реализации инвестиционных проектов квартал-усадебной жилой индивидуальной застройки по улице Барановичская, оптимизация схемы теплоснабжения со строительством комбинированного теплоисточника, реконструкция моста через реку Иса по улице Багратиона, реконструкция очистных сооружений города Слонима, модернизация существующих блокадных очистных сооружений картонно-бумажного завода «Арбертил». В 2020 году закончена реконструкция кафе-гостиницы «Щара», введен в эксплуатацию биогазовый комплекс, цех полосновых утилированной воды, построена улица номер 3 общей протяженностью 1 км, выполнен капитальный ремонт с модернизацией переулка «Дружбы». Всего в городе по текущему ремонту отремонтировано 1,4 км улиц, Комсомольске, Осиничкино, Карбышево, Переулок, Глушевичо, Переулок-Подресный. На территории Слонимского района благоустроено 6,25 км улиц и дорог. Введены в эксплуатацию 3 станции без железья, в агрогородке Костени, агрогородок Драхово, деревня Кокосчицы. В 2020 году проводились работы по реализации мероприятий к 500-летию Жировичского монастыря и по комплексному благоустройству и развитию аборгородка Жировичей с целью его преобразования до статуса деревни будущего. Использовано 10 миллионов рублей. По объектам Жировичского монастыря выполнены работы по реконструкции с элементами реставрации братского корпуса и реконструкции существующей колокольни с флигелями. В мае 2020 года установлены памятники преподобному Серафиму Артематриду Жировичскому. Выполнены работы по реконструкции благоустройства центральной площади в агрогородке Жировичей, модернизации фасадок и кровли общежития номер 2 с благоустройством территории. Проведет текущий ремонт улиц Соборная, Подгорная. Модернизировано отрождение в улице Соборная. По капитальному ремонту жилищного фонда отремонтировано 7 домов. Проведет текущий ремонт адмистративных зданий и модернизация магазинов. Выполнены работы по реконструкции систем газоснабжения электроэлектрических сетей, замене кличного освещения в центральной части агрогородка Жировича. Проведена реконструкция экспоинт-сети. В работе собрания принял участие член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Виктор Лискович. В своем выступлении Виктор Андреевич акцентировал внимание на укреплении трудовой и технологической дисциплины на местах, подбору кадров, более эффективной работе руководителей с молодежью и на других актуальных вопросах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова